Антоний Великий, стабильно урожайный сорт. У нас растет в теплице, правда есть мысль вынести его в открытый грунт и попробовать выращивать его в открытом грунте. Созревает обычно в теплице у нас к середине сентября. Вот на сегодня, на 17 сентября, ягода сладкая, ягода вкусная. Ну, единственное, по рефрактометру чуть-чуть бы сахара добрать, сахар 16. Но дело в том, что почему я говорю чуть-чуть бы сахара добрать, я Антоний Великий, несмотря на то, что это столовый сорт, использую на вино. Но сейчас мы еще поговорим про его характеристики, а потом я про вино расскажу чуть более подробно. У него достаточно крупные грозди, могут достигать 30 сантиметров и более. Вот такая вот длинная красивая гроздь. Но ягода очень сочная, именно не жидкая по мякоти, а сочная. Она прям взрывается во рту, и это вот тот сорт, которым прям жажду можно утолять. Приятный мягкий сахар, приятная легкая кислинка. Но все это делают его таким прямо освежающим. Кроме того, что его можно есть в свежем виде, он очень вкусный, и его можно делать из него соки. Напомню, сока у него очень много, а мякоти мало. Поэтому для соков удобно, сок тоже получается. Без добавления каких-либо сахаров, еще чего-то, приятный, мягкий, такой, может быть, с легким ореховым вкусом. Как вот хороший сладкий яблочный чем-то похож. То есть никаких корректировок для сока делать тоже не надо. Глаза у него замечательно вызревает, всегда надежно, стабильно. Но точно так же по болезням в теплице никаких особенностей нет. В открытом грунте будем смотреть. То есть у нас в планах попробовать его вынести, увидеть, что же будет. Ну и нагрузка, смотрите, вот это один рукав, одна сторона шпалеры. А вот там вторая часть. То есть урожайность у него потрясающая. Грозди, смотрите, вот какие крупные, хорошие, красивые грозди. Еще одна очень важная особенность Антония Великого. Урожай в замещающих почках у него закладывается практически такой же, как и в основных. Закладывает он обычно по 2 на побег. И мы даже не особо его и нормируем. Там видно тоже раз, два. Вот грозди. Вот Антония. Сейчас приблизим рулеточку. Около 30 сантиметров. Для него стандартная такая средняя грозди. И вот она на весах в дуршлаге. Потому что невозможно просто так взвесить. Ввиду того, что грозди очень длинная, она на весы не помещается. Но, конечно же, мы обновляем весы на тару. 900 грамм. Это тоже средний такой вес большинства грозди. Это невеликий, потрясающий сорт. Очень эффектный, очень вкусный. На конец августа, смотрите, уже созревает лоза. На конец августа уже ягодку, в принципе, можно есть. Несмотря на то, что сорт средний плодоносит абсолютно на всем. Вот там крайние грозди, самые крайние, смотрите, они отстают по срокам. Дело в том, что эти грозди подмерзли весной. В начале мая, когда пришел первый заморозок, там побеги смерзли. И рост пошел из замещающих почек. Тем не менее, посмотрите, там вполне хорошие грозди. Да, конечно, они будут отставать по срокам, но это нормально. Более того, он способен закладывать... Смотрите. Специально оставила ягодки и на пасынках. То есть он может плодоносить абсолютно на всем. Здесь у нас Антоний Великий, тоже третий год. Вот такие вот грозди. По урожайности тут всего у него хватает, и грозди у него хватает. Подводим итоги. Сорт надежный, стабильный, урожайный. Конечно, кого-то может смутить, что у меня он растет в теплице. Напомню, у нас в планах, уже даже не в планах, уже отсажен кустик в открытый грунт. Посмотрим, как он поведет себя там. Ну и, конечно, у тех, кто находится южнее Минска, этот сорт будет хорошо расти и в открытом грунте. Покушать вкусно. Сок сделать тоже хорошо, потому что очень много сока. Хорошая сока отдачи. И несмотря на то, что я противник вообще использовать столовые сорта для вина, тем не менее, вот с Антонием я когда-то поэкспериментировала, и из него, да, я делаю вино. Ну, Антони как раз-таки из тех сортов, которые по определенным параметрам и могут подходить для виноделия. Почему? Ну, во-первых, хорошая сока отдача и достаточно хороший баланс сахар-кислота. Напомню, для вина кислота важна. Она здесь не едкая, не кусючая, тем не менее, дает возможность приготовить хорошее гармоничное, освежающее вино. Но сахар тоже набирает довольно неплохо. Да, там вина 12 градусов мы не получим, хотя можно, конечно, попробовать подержать ягоду до такой кондиции. В среднем сахар он набирает итоговое в сусли 18-19 брикс, что дает нам в итоге вино порядка 10 градусов. Для белых вин, для светлых вин этого более чем достаточно. Ну, и чтобы не быть голословной, маленький отрезок из дегустации. Вот это Антони Великий по белому способу. И это вина сделана абсолютно без какого-либо добавления серы, без каких-либо антиоксидантов, всего остального, без фильтрации. То есть я ничего этого не использую. Единственное, что Антони Великий, я когда делала, я окунала грозди в кипяток. Что это дает? Это разрушает окислительный фермент. И поскольку я его делала полностью по белому способу, то вот я это сделала к Антониу Великому. Что интересно, вот я его ставлю второй год. Первый год я его делала по красному способу, с выдержкой на мезге. Единственное, чем тогда я его несколько подпортила, это дубом. Столько дуба не надо было добавлять и столько на дубе не надо было держать. Но было очень интересное вино. Что касается его же изготовления по белому способу, то те же тона, которые были в прошлогоднем варианте, они в принципе и сохранились. Но они более мягкие и более округлые. Если охарактеризовать вообще это вино, на что оно похоже? Оно похоже на пиногречу. Очень сильно по вкусу. Что касается вкуса, очень сложно описать. Вот на что действительно похоже, как бы из винной классики я вам сказала. Но вкус у него очень освежающий. Тоже легкая кислинка, легкие ароматы, долгое послевкусие. И вот у образца по белому в какой-то момент его развития тоже были легкие тона вот этой жареной греночке. Но вот сегодня их нету. Абсолютно этого аромата нету. А больше такие фруктовые нотки. Несмотря на то, что Антоний Великий вообще столовый сорт, тем не менее, вот да, я его использую для приготовления вина. У него очень много сока, у него очень хорошая сокодача. И вот два сезона я делаю. Ну, мне очень нравится. Конечно, можно не заморачиваться вот именно сложностями с белым способом. Потому что там есть определенные проблемы отпрессовать все это. Можно делать и по красному способу. Единственное, вот я вам уже сказала в начале, когда я рассказывала про это вино, что дуба ему не нужно. Это была моя ошибка. Так делать не стоит.